Тысячи протестующих вышли в среду на улице Мехико. Марши связаны с проходящей в мексиканском городе Канкун конференцией ООН по вопросам изменения климата. Активисты выступают против экологического хаоса, с которым, по их мнению, не справляются саммиты ООН. После того, как в прошлом году на встрече в Копенгагене так и не приняли итоговый договор, в отношении новых переговоров защитники окружающей среды настроены скептически. «Я думаю, его проводят не те люди. Мне кажется, его следует проводить рабочим и фермерам, а не корпорациям. Корпорации едут в Канкун и создают правила для всех. Остальные не участвуют. Рабочие и фермеры должны проводить его. И тогда мы узнаем, как действовать без нанесения вреда людям и природе». Многие активисты высказывают мнение, что проблему глобального изменения климата можно разрешить более простым укладом жизни, а не межправительственными переговорами. Тем временем на самом саммите представители из почти двухсот стран, по всей видимости, не спешат идти на уступки в отношении требований, выдвинутых в прошлом году. В вопросе сокращения объёмов выбросов углекислого газа в атмосферу развивающимися странами одной из самых жёстких позиций занимает Боливия. Она выступает за создание трибунала, который будет наказывать правительства, не выполняющие требования. «Важно, чтобы дискуссии в Канкуне привели к созданию международного трибунала по климатическим вопросам, поскольку на правительства, которые безответственно ведут себя в ходе переговоров, надо налагать санкции». Саммит ООН продлится до 10 декабря. В ходе переговоров участники поставили цель выработать новый протокол по сокращению выбросов, который бы заменил Киотский к 2012 году. Результатов ждут и миллионы защитников окружающей среды по всему миру.